25 апреля президент Татарстана Рустам Мениханов совершил облет сельхозугодий республики. Он начался с Зайенского района. Зайенск одним из первых начал весеннюю полевую кампанию. На сегодняшний день завершился процесс закрытия влаги и 15 апреля подкормка озимых культур. На этом этапе было задействовано три самолета и пять самоходных агрегатов туман. Удобрение было внесено из расчета 2-центней ромячной селитры на гектар. Всего на полях работают 320 тракторов, 60 из которых зарубежного производства. Сейчас начинается листовая подкормка. Удобрения были представлены президенту. Подкормка. Для листовой подкормки озимых культур. У нас что-то открыто. Мандат, это микроэлементы, азот, фосфоркалий и остальные все микроэлементы. А, кто выпускает? Ну, скажу. Израильский, это израильский препарат. Он используется не только на озимых культурах, но и на сахту. Это очень хороший препарат. Сегодня на 80% посевных площадей проведено оборонование на полях 150 агрегатов. Из них 17 посевных комплексов. Уже посеянные равых 8,5 тысяч гектаров, 51% зерновых культур, 500 гектаров сахарной свеклы. Идет сев однолетних трав и кукурузы на зерно. Здесь же были показаны и опытные образцы сортов пшеницы и чменя люцерны. Это мини-картина посевов. По оценке специалистов, сходы заслуживают высокой оценки. Посевную кампанию «Заинск» планирует закончить через неделю. Президент картиной полей и ходом работ остался доволен. И не обошел стороной тему животноводства. Глава района Розив Каримов ответил, что мы уже сегодня сдаем 75 тонн молока в сутки. Для «Заинска» показатель хороший. И в планах довести эту цифру до 100 тонн. В процессе разговора Рустам Мениханов не обошел стороной тему развития района в целом. Это работа органов местного самоуправления, агрофирм района, строящийся путепровод, развитие «Заинского сахарного завода». На ряд предложений ответил утвердительно. В этот же день президент посетил поля Сармановского и Альметьевского районов.